Ну так, давайте теперь я предположим, собственно, я хочу вам рассказать два таких примера. Они похожи, они относятся к такому разряду выживаний, которые называют «долгими играми». Это игры, которые длятся и длятся и длятся, и практически никогда не заканчиваются. Но все-таки рано или поздно им придется закончиться, и в этом некая суть того, что я вам продемонстрирую. Значит, один пример, который я формулирую, называется «принцип червя». Почему червя, я не буду говорить. Может быть, потом скажу, но не сразу. Червь – это просто такой очень длинный, тонкий объект, который, скажем так, растет или сокращается по определенному правилу. Кто такой червь? Ну, в данном случае мы этим не делаем. Это конечная последовательность. Последовательность. Ну, неотрицательная целая жизнь. Ну, например, последовательность. Два, но это и я. Как сказать? Я взял чисел для простоты меньше десяти, но, в принципе, в этот последовательность могут исходить, если вы больше видите. Вот последовательность четырех. Чисел этот мы учервяем. Учервяем есть некоторые части тела, которые у нас сейчас опишутся. Ну, во-первых, у него есть последнее число в этой последовательности, которое называется голова. Кроме того, у него есть шея. Может быть, половине группы, ну, шея. Что такое шея? Это вот самое, здесь, пожалуйста, надо... Только надо проявить внимательно. Мы делаем следующее. Мы смотрим на голову. И начинаем считывать цифры в этой последовательности справно. Идем, так сказать, от головы к хвосту. И пока нам встречаются числа, которые больше или равны голове, мы их, так сказать, пропускаем и идем дальше. А как только у нас встретилось первое число, которое меньше, чем у голова, тут мы говорим, а, да, вот тут конец этой самой шеи. Значит, вот нас интересует на самом деле, что мы шеей будем называть цифры. В данном случае шея состоит из одного единственного элемента последовательности тройки. Ну, а если бы у нас была последовательность подлиннее, например, какая-нибудь такая, два, ноль, ну, скажем так, один, пять, три, один, один, пять. Ну, как бы мы нашли эту шею? Ну, вот, это голова. Значит, мы начнем. Тройку пропускаем, четку пропускаем, единичку пропускаем, но вот тут вот надо восстановиться. Значит, вот это была душа. Ну, а дальше я описываю саму эту игру. Что будет происходить? Правило первое очень простое. Значит, если на шаге N, мы построим просто последовательность вот таких вот червей, которые начинаются вот так. Пусть, наверное, вот так, сколько угодно и вот здесь. Я предназначу последовательность червей, которая как бы изображает его эволюцию во времени, да? Начиная с данного какого-то произвольного устроива X1, X2, X3, и так далее. Что будет происходить? Значит, если у нас, если голова равна нулю, то мы ее удаляем. Значит, если голова равна нулю, то мы ее удаляем. А вот если голова больше нуля, то она равна какому-то какому-то числу вида 5-1. Да? Тогда будет происходить вот что. Мы берем, находим шею. Уменьшаем головую единицу и воспроизводим вот этот отрезок, который получился, столько раз на каком шаге этого процесса мы находимся. Да? Немножко хитро звучит, но тем не менее, значит, вот смотрите, что будет в этом случае. Вот мы нашли это уже. Допустим, что это у нас было, к слову, так. Допустим, что это было у нас X1. Значит, тогда мы должны удвоить, на самом деле, вот эту вот сочеренцию. Да? И получится такая история. Вагон. Тело этого червя готовит до шеи. Я бы остался здесь. Вагон. Ну, это потому что единицу мы уменьшили до нуля, да? А потом еще раз повторить то же самое. Кстати, инструкция такая. Написать, значит, допустим, что у нас, я так вот напишу, чуть более формально, чтобы зафиксировать это правило, да? Значит, вот наш червя имеет вид, значит, какой-то там, он равен, скажем, некоторому перекосу. Потом идет Z. А потом идет 1 плюс 1. Где Z, это у него 6. Ну, вот так я, так сказать, изобразил соединение ипоследствия. 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 Во что он превращается? Значит, допустим, что это был какой-то хкатый. У нас же потребуется. Все хкатый. Во что он тогда превратился? Тогда он должен превратиться в отношениях. У остается без изменения. Эта уменьшается уменьшается уменьшаться до n. И получается Zn. Ну и дальше надо это же самое Zn воспроизвести столько раз, сколько у нас х плюс 1, да? Ипоследствия. Или даже плюс 2, чтобы было. Я знаю, когда причина есть нуля, да? Ну, хорошо. Ипоследствия. И далее. Ипоследствия. И вот это вот должно быть х плюс 2 раза. Да? Мы в цеху заходит более длинное слово. Вот это все правила, которые у нас есть в вашей египетке. Ну давайте посмотрим на какой-нибудь конкретный пример, что стало ясным для этих примеров окончательно. Продолжение следует... Значит это у нас будет х0. Х1 это будет 2, и 1, 5, 3, 0. 1, 5, 3, 0. Что будет х2? 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Прямую мы можем только первое правило, потому что когда составит ноль, ноль удаляется. Что у нас получилось? Представим, что будет extend. Ну, все, что было до этого нуля, остается как есть. И даже вот эта единица, потому что шея в данном случае у нас состоит только из числа 5. У нас получается 5,2. И сколько раз нужно произвести это 5,2? И вам нужно 4 раза. Чувствуете, что происходит? Наш черт начинает довольно быстро у меня. Да? Насчет копирования частей самого свидания. Да, вот так сказать. У меня все изменяется. Где у нас теперь будет решение? То единичек, да? Да? Вот, и как, когда принтер надо писать, вместо того, чтобы воспользовать одно и то же слово, ну, раз, мы пишем стиль. В такой же степени надо ее взять. Значит, 6 раз написать подряд, вот такое вот. Выражение. Вот то, что мы определили, называется последовательность. Пять раз, а не шесть. Что-что? Вроде бы пять раз. А, давайте, давайте... А, да. Ну, а тройка, да? Три плюс два будет пять. Правильно. Три плюс два будет пять. Значит, каждый раз, чем дальше мы заходим в этом процессе, тем больше у нас появляется возможности копировать, там будет, да? И мы накапливаем и накапливаем все это. Повторение сусков этого слова. То есть, это вот червяк. Что же будет в конце? Процесс продолжается. И вот теорема, который вы делаете от каждого телевизора. Говорит о том, что любая последовательность такого рода обрывается. Она не может быть бесконечной. Вот она растет и растет, но теория говорит о том, что рано или поздно ей придется умывать, в том числе, вплоть до самого растительного нуля. Такого червя выдачи. До любого червя начинается обрывается. Ну, а в какой случай она у нас сможет оборваться? Ну, в случае, когда мы дарьем, когда мы все съедим, когда мы получим пустовый сервер, да? Ну, а с пустового можно чуть-чуть только без нуля. Вот личная сторона. Можно сказать, что существует N, такой же N. Ну, просто одну нулю, когда на следующем шаге мы чуть-чуть вычеркнем и получим пустовое слово. Вот. Так вот, это тот самый факт, который я вам обещал, что вы думаете. Оказывается, что это утверждение верное. в том числе. Но его невозможно доказать без использования бесконечных множеств. Его нельзя доказать в формальной арифметике. Его нельзя доказать, на самом деле, в математике, конечно. И все, что можно сделать с конечными множествами, только с ними, можно сделать в рамках этой формальной арифметике. Арифметике пиано, которую я обозначил. Вот. Оказывается, что это такой уже интересный пример. Ну, я бы даже посоветовал вам немножечко почувствовать этот механизм. Мы только считали его, начиная с произвольного более или менее слова. Мы можем смотреть на начальных, скажем так, на очень коротких и поначальных словах, как оно себя ведет. Допустим, если мы начнем просто с нуля, то, конечно, за один шаг превращается к свистуле. Если мы начнем с единички, то на то, чтобы уничтожить единичку, у нас идет столько шагов. Мы, в общем-то, на первом шаге получим два нуля. Почему? Потому что единица – это голова, шея пустая, но, тем не менее, мы должны быстро извести два раза. Тот, кто там есть, ты в другом. Ну и потом за два шага мы получим опять все в сумме, и здесь у нас получается стель шага. и здесь напишем справа. Здесь у нас один шаг, и у нас трех шагов хватило. Хорошо быть двойкой. на первом шаге мы получим двойкой. На втором шаге мы, как сказать, получим такую вещь 1В, 1.0, 1.0, да? Три раза воспроизведем то, что получилось. Потом посетим ноль, да? В общем, довольно ясно, что мы, в конце концов, уничтожим этого человека, да? Ну или он сам, так сказать, с эволюционированием до пустого. Однако, количество шагов, которые на это будет потрачено, довольно заметно, да? в конце концов. Ну я, пожалуй, не буду вас нудно воспроизводить все напоследок, но насколько я понимаю, у меня получилось 49 шагов. Еще? Да, 49. Получилось? А все? 6 *** Ну вот, а все, блин, сколько же потребуется шагов, вот, тут уже на самом деле, дело очень серьезное, потому что я боюсь, что это фucktут много больше, чем то, что можно записать, скажем так, в пользу десятичных сведений на плоске и так далее. То есть уже для тройки длина этой последовательности, длина, время жизни данного червя оказывается астрономической. Кстати, неплохо было бы каких-то оценок СМИ для него разумный полотенцент. В общем, астрономической. Так что, с этой самой последовательностью, в каком-то смысле, состоит костюм. Причина, по которой оказывается, что нельзя доказать, что это утверждение о том, что последовательность обрывается, связана с тем, что уже очень долго длится этот последователь. Настолько долго, что, так сказать, терпением у этой системы аксиом, которые относятся к конечным множествам, не хватает. Но, конечно, тут можно задать вопрос, а откуда же мы все-таки знаем, что эта теорема верна, у нас ее не надо доказать. Ну или нельзя доказать с помощью конечных вопросов, только бесконечная металя. Мы ее можем доказать. И существует несколько доказательств этой теоремы, ни одной из них не такой уж и сложной. Правда, для этого нужно знать кое-какие вещи, касающиеся бесконечных множеств. Чуть позже я может быть кое-что про это расскажу, но не полностью, чтобы какое-то представление о таких вещах возникло. А сейчас я, пожалуй, хочу дать еще один пример, похожий на эту последовательную червя, который называется последовательный стейн. И вот она присутствует. Последовательнаяittiсть она имеет то преимущество, что очень близка школе на математике, потому что в ней пойдет речь о разложении чисел в какой-то системе числений. Например, по основанию. Если у нас есть какое-то натуральное число x, мы можем его записать, скажем так, а x на идти к записи. Я буду долго называть это основание. Ну, что, например, это ампичное значение? А это не значит, это когда мы пишем x равно a в цепени n1 на x1 плюс a в цепени n2 на x2 одноклассники и в цепени н2 при этом кин1 в цепени n2 строго число xd 1 Это то же самое, более или менее, что обычно понимают с представлением числа в системе численности словами. Здесь же в этой последовательности губстейна предлагается сделать нечто большее. Обычно, конечно, это все записывается, как мы знаем, да? Видите, такой длинный по целям цифр, в которых также встречаются нули, в технике здания, если их центры равны нулю, которые пропущены. Нам будет неудобно писать нули, поэтому мы будем иметь дело с такими вот угрожениями. Но что более важно, нам придется выделать то же самое с указательной степенью. Вот написав такое выражение, мы будем проделывать то же самое с указательной степенью и получить более многоэтажное выражение такого же видео. Когда мы проделываем это все до самого конца, мы получим такую этажерку из степеней. Ее мы будем называть полным разложением по основанию 2. Давайте кто-нибудь приведем к примеру. Возьмем какое-нибудь число 15 и посмотрим, чему равно его полное разложение по основанию 2. В двоичной системе числений. Ну, 15 в двоичной системе числений. Как зависит? Ну, мы хотим изучать вот в таком логике. 15 это 16 минус 1, да, поэтому там, как сказать, все цифры равны единице. Поэтому можно так написать, что это будет. Ну, да. Два в кубе, да. Два в кубе, да. Два в кубе, да. Два в кубе, да. Два в кубе. Два в кубе, да. Два в кубе, да. Два в кубе, да. Два в кубе. Это вот мы просто представили 15 двоичной записи. Вот они, цифры стоят. Но у нас тут возникли показатели степени 3, 2, 1, 0. То есть нам бы надо сделать то же самое там, где ныне. Вот у нас тройка, например, она больше, чем двоичной. Поэтому просто вот тоже не в десятичные записи писать, а в двоичные. Давайте, когда так и напишем. Получается, 2 степени 2. Какой-то? Первый, да. Два в кубе, да. Два в кубе, да. Два в кубе, да. Два в кубе, да. Два в кубе. По-моему, это не цифры. Два в кубе. 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 Складят уже большее похоже на полное разложение. По основанию 2. Здесь всюду стоят либо двойки, как основание степени, да. Либо какие-то коэффициенты, которые всякий раз меньше двойки. И больше нуля. То есть просто сравниваем ничь. То есть выражение, которое цепило стоят без двойки и ничьи. Вот это полное разложение 15 и по основанию 2. Теперь я объясню некоторую операцию, которую мы можем делать с такими выражениями. И как было нужно обозначить. Ну вот, например, так. Я буду так писать. Х, а потом квадратный стол. n стрелочкой n плюс 1. Как это надо понимать? Это надо понимать, что мы берем число Х. Раскладываем по основанию n. В полном. Да? Вот так, как мы сделали здесь для двух. А потом в этом разложении по основанию n, полном, заменяем всюду число n и число n плюс 1. Вот, например, наше 15, в котором мы что сделали? По основанию 2, да? Разложили. Заменили двойку на тройку. Можно было здесь не n плюс 1. У нас будет только n плюс 1. Операция, конечно, вообще говоря, можно заменить. Заменить на 3. То есть и замену основания стихи. 15. Можно заменить на то, что это такое? Ну, это надо здесь вот ровно вот это выражение, да? И всюду двойки заменить на тройки. Понимаете? Получится 3 в степени с 3 в степени. 1 плюс 1. А можно на 1 плюс 3 в степени. И 1. 6. 1 плюс 1. 1 плюс 1. Понятно, да? Вроде ничего такого пока мистического не происходит. Какая-то формальная замена. И довольно ясно, что при замене наше число довольно сильно увеличилось. Оно было каким-то таким умеренным числом вроде 15, а когда вы это произвели, можете посчитать, чему это все равно. 3 в четвертый, да. Интересный пример. Я такой пример. Вот. У меня написано 111. Может быть, я там проверю. Вот. 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 Как строится подсвездочная степень. Это тоже такая долгая игра. Давайте. И я напишу это вот здесь. Это будет видно. Или не очень. Это будет видно, да? Хорошо. И я напишу это. Начинаем с любого числа. Икс. Чему будет равно икс икс плюс первое? Икс икс плюс первое будет получаться таким путем. Мы даем экс икс энды. Взять его полное разложение по основанию, наверное, N плюс 2. Да? Это не так. Чтоб с двойкой все начиналось. И заменить N плюс 2 на N плюс 3. Ну, если бы мы так сделали, мы бы получили такую довольно быстро растущую последовательность натуральных чисел. И, к сожалению, по нему ничего интересного сказать особо нелестно. Да вот Кукстейн придумал такой маленький хитрый трюк. Он говорит, давайте у них так по огромному числа и вычтите. Представьте, там мы сначала очень сильно раздули наше число, а потом вычтите единичку. Ну и вот и получили последовательность с числом, да? Вот, например, начиная с 15, да, мы получили сначала несколько секс моль, а потом 15. Давайте кем-нибудь в другом месте так и напишем. Я, пожалуй, перепишу это все выражение, которое мы здесь оставим. Мы не забудем вычистить единичку. Если я у вас в высоте, то у него вышли. Так что это будет 3 степени. 3 степени, ну там, 1 степени, 1 степени, 1 степени. 2 степени, 3 степени, 2 степени, 3 степени, 3 степени, 2 степени, 3 степени, а единичку будет 3. Так сказать, плюс 1 не высоте. Здесь. А то будет х2. Ну так, чтобы было ясно, давайте проделаем х2. Значит, заменяем что? тройку на четверку. И вычитаем единицу. Ну, так сказать, можно короче написать. 4 в 5, да? 4 в 4, 34 мин. 1. 33, да? Так сказать, в более кредитичной записи. Можно почитать 4 в 5. Это будет х2. Ну, дальше х3. Опять берем все вот это заражение. 4 и заменяем на 5. 5 в 5. Теперь 5 в 6. А тут, смотрите, тут стоял троечек. В 3 у нас уже ничего не происходит, только считается в 3. Плюс 20. Таким образом, ну, я еще число с одной стороны довольно сильно растет, с другой стороны, из него все-таки жутки и что-то надо отъедать. тогда потихоньку. И в этой последовательности будет ровно такой же, как в случае червя. в 3. С другой стороны, А именно, выделяете спецназу. И у него у Х на некотором шаге это последователь превратится в рот. Припоследствии Штейна сначала Х. Вот такой пример. Значит, вот эти два примера относятся в категории многих. Это процессы, которые длятся в астрономическое время. Но всё же таки рано или поздно закачивают. Удивительность здесь не то, что они длятся в астрономическое время, а то, что они всё таки рано или поздно закачивают. Бесконечных процессов неизвестно сколько угодно. Теперь нам надо осветить два вопроса на оставшиеся, как сказать, сто пять минут. Да, у нас есть два вопроса. Во-первых, почему всё таки эти утверждения вернут? Как-то это надо переснить. Это, так сказать, простая часть проблемы. Хотя мы их тоже яснее даже не вполне справились. До какой-то степени справились. А более сложная часть проблемы заключается в том, как понять, почему они не доказываются. Я не знаю, что они не доказываются. Мне, пожалуй, хочется даже начать, скорее, со второй части, по данным словам. Эта часть, то, что я могу вам сказать по этому слову, она носит такой, скорее, ну, скажем так, умозрительный философский. А то, что я могу вам сказать по поводу того, почему они вернут, то есть, скорее, математический конкретный философский. Поэтому давайте сначала поговорим об этом вопросе. Как вообще можно доказать, что что-то не доказуемо? Используем только конкретный философский. Ну, собственно, наука предлагает нам два пути, два возможных пути решения этих задач. И, как ни странно, для данных примеров оба этих пути, хотя они, в общем, устроены по-разному, приводят к доказательству невозможности. Существует для этих примеров, как и для всяких ярких примеров, каких-то интервьюарных путешествий, существует несколько возможных доказательств. Одно из них напоминает то, что предложили в Буанкаре и Кляне. Предложить модель. Пределить модель аксиом арифметики пиано, в которой, тем не менее, это утверждение не выводилось. Я было бы верным. Не выполнял. Или не выполнял. Пределить некоторый мир чисел, который, конечно, будет отлично привычному нам миру натуральных чисел, но все-таки очень и очень на него похож, потому что аксиомы, которые у нас есть для натуральных чисел, будут верны также и в этом мире, да? Но таким образом, чтобы это утверждение нарушалось, то есть в этом мире мы хотим построить, скажем так, в этом мире существовали бы бесконечные последовательности Дейкстейна и бесконечные последовательности мира. И действительно, такой мир можно построить. Хотя это и не так, насколько я сказал. Это путь номер один. А в чем состоит путь номер два? Путь номер два, он более, в каком-то смысле, такой... Он не такой высокоумный. Потому что нам не нужно придумывать модели, а надо пойти по пути, который предложил учредитель. Он сказал, если что-то не доказуемо, давайте будем анализировать доказательства. Возможные доказательства. И тут нам надо, конечно же, понять, что ж такое доказательства. Какие доказательства могут идти речи, как нам можно инфанализировать. Значит, это, конечно, начало науки, которая находится на математической войне, то есть той или иной части, которая называется человек-доказательства. Понятно? Главное, что надо здесь нам, в общем-то, усвоить, это бывает то, что... Понятие доказательства, формальное, сексиона, оно может быть математически сделано, а математически строго. И существует просто точное математическое определение, что такое формальное доказательство. Это отмышление просто развивает, чтобы ли сел на такая работа. Но мы привыкли его и тело доказательства не содержать. Когда у вас есть некий, то есть здесь, как и так, с разной степени точности описано, что такое негматическое десяток. Самая такая нулевая степень точности, самая неточная степень точности, это примерно то, что мы встречаем в учебнике. Когда мы, ну, начинали рассуждать, исходя из некоторых привычных нам представлений, мы слушаем о чем-то еще. Иногда ссылаемся при этом на некоторые факты, которые нам представляются самыми очевидными, или же были, про которые нам было сказано, что они самые очевидные, потому что они являются очевидными. Это, так сказать, такая нулевая степень. Это примерно то, с чем мы имеем в виду. Следующая степень точности была достигнута Гильбертом, когда он предложил систему о всем легаметке. Он сказал такую вещь, что давайте, что если мы хотим быть настаточными строгими математическими, нам недостаточно довольствоваться какими-то наглядными представлениями о предметах. А идеальные математические доказательства, полностью обоснованные строгие математические доказательства, не должны определить никаким наглядным представлениям, каким-то инклюзивным шагам и тому подобным веществам. И он поставил такую задачу формулировать аксиомы для геометрии в таким образом, чтобы ничего кроме логики у них не осталось. Он это описал в этом метах и вот таким путем получал. Человек может, мы могли бы назвать точки прямыми кружками, прямыми, это назвать бы, столами, плоскими, и при этом по-прежнему говорится, по-прежнему все, что мы пишем в этой книге, в изложении геометрии осталось бы в каком-то смысле верным, потому что постулировав какие-то принципы, что между этими кружками обязательно есть стол, мы бы получили, в итоге все наши логические выводы когда они перенесли в него. То есть задача стояла, Вильберг поставил, надо избавить математику геометрии и математику вообще. Он даже от физики такое предлагал. Избавить полностью от наглядных представителей. Это он называл аксиоматический метод. Удивительно, что это ему удалось. Удивительно, что ему удалось предложить полный список аксиомы для геометрии. Еще более удивительно, что примерно в то же время эти споры, другие люди предложили полный список аксиомы для геометрии. Только формальная версия. Однако это еще не все, что нужно узнать про аккуратные математические доказательства. Потому что это лишь, так сказать, второе приближение к тому, что к идеалам. По-прежнему, когда мы говорим об аксиомах, хоть в них и нет никакой интуиции, и вроде вся информация, которую мы хотели сказать, записана в аналогической форме, тем не менее, по-прежнему, наше метаначество это какие-то такие умозрительные объекты. Это, в общем-то, не математика. Они никак не соотносятся с тем, с чем мы делаем, ни с числами, ни с фигурами. Это какие-то мысленные устроения. Так вот, тот же эксперт, он предложил такую... Ну, это и то не будет предназначенное дело, потому что идея, скажем так, формализации наших рассуждений, она, пожалуй, идет от леглиц. Леглиц, первую думал, о механизме, который, так сказать, доказывал математический театр. Так вот, следующая степень точности состоит в полной формализации. Формализация — это, когда мы говорим, что доказательство — это просто конечный набор символов. Мы определяем по точным правилам некоторые формальные языки. Мы определяем те комбинации символов, которые мы считаем правильно построенными выражениями, и таким выражением мы потом приписываем некоторые точные смыслы. Оказывается, что при этом, скажем так, от аксиоматизации и такой формализации уже шаг не столь велик. На самом деле, существует просто конечный набор символов, с помощью которых, и конечный набор правил, с помощью которых можно записать «вы имеющиеся мотивации». Все правила построены выражения, в принципе. Ну и выразив все аксиомы, которые у нас есть в теории мысли, все это превращается в некоторый набор символов. Аксиоматическое доказательство получается в некоторую процедуру построения последовательности выражения формального языка. И вот такие-то объекты называются формальными доказательствами. Вот. Сам Гильберг предложил такую науку — теория доказательств. Он думал, что изучая закономерности построения таких аппаратов, можно будет обосновать всю математику. В частности, доказать, что математика никаким речи. Дело вот так. На рубеже веков, когда люди стали заниматься этими вопросами, обнаружилось, что, собственно, причина, теория, по которой они стали думать о формализации доказательств, в том числе. Такое в том, что в математике, точнее, в некоторой ее части, связанной с теорией модов, Кантеров с теорией модов, были обнаружены противоречи. И, в общем, не было ясно, во-первых, по какой причине эти противоречи, по-разному, все теории модов были обнаружены, и как с ними бороться. Ну вот Гильберг предложил. Давайте мы делаем все аккуратно формально, чтобы все математические доказательства были формально записаны. И дальше, анализируя этот формализм, этот формальный механизм поражения новых математических доказательств, давайте установим, что, если мы ограничим аксиомы теорией модов, теми аксиомами, которые есть, в этой церкви, то то, что у нас получится, то мы никогда не выведем противоречи. Он думал, что это можно сделать. Но, к сожалению, как уже многие из вас слышали, непротиворечивость теории ДСРЦ оказалась еще одним из самых первых примеров недоказуемых математических утверждений. Причем тоже, в целом, утверждение, которое относится к конечным объектам, потому что непротиворечивость некоторой формальной системы, это вещь, которая говорит о том, что не существует последовательности выражений нашего языка, полученных по определенным правилам. Правила точно описаны, которые приводили к очень простому выражению, которое записывается как можно общее единице. Противоречивость не является. Так вот, мы говорим об этом, наконец, в последней речи, о которой много написано популярной литературе, которая называется теоремой Гённеля, а не полноте. Гильберт хотел доказать непротиворечивость математики, то есть доказать, что не существует последовательности выражений, которое завершается противоречивым. И он думал, что какими-то, так сказать, комбинаторными манипуляциями, анализом правил построения такой последовательности можно добиться того, чтобы получить доказательство этого факта. Большим сюрпризом для всех была вот эта теорема Гённеля, которая говорит о том, что в рамках любой формальной системы какая бы она ни была. Если эта система на самом деле не противоречива, то этот факт нельзя на ней со мной установить. В частности, если у нас есть теория Морс, которая поглощает всю математику, то непротиворечивость этой формальной системы теоременности невозможно строить следственные сообщения математики, по крайней мере того, что выразимо в рамках со мной этой системы. Вот это, собственно, трудный, действительно, для понимания факт, еще более трудный для его осозначения, тем не менее этот факт, с которым приходится иметь дело. «Поэтому, когда, допустим, приходит Лев Дмитриевич Виклиминчик и говорит вам всё, я могу доказать недоказуемость вот этой вот теории, как формальная арифметика, не верьте ему, потому что он врет». Это можно сделать только при одном дополнительном предположении, что эта формальная арифметика не доказывает противоречия. А на самом деле в данном случае дополнительное предположение должно быть несколько более. Потому что одной только непротивлечимости формальной арифметики недостаточно, чтобы установить недоказуемость этой теории. В обратную сторону можно. Например, если, скажем, принять вот это утверждение, которое, конечно, относится к конечной арифметике, поэтому, в общем, может быть записано на языке формальной арифметики без особого труда. Если это утверждение принять в качестве аксиума, то из него можно вывести непосредственностью из формальной арифметики. На самом деле, можно доказать в такие величины, что «принципы» не нравятся. Это та теорема-1, которая была у нас сегодня. Она эквивалентна этой самой теории, и из любого из этих утверждений можно вывести непосредственностью из формальной арифметики. Музыка 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 Продолжение следует...